Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 25 августа. И Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфяна. Глава 4, стихи с 9 по 16. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны, Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и нужду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сорт для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам для нашего назидания отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. И здесь мы видим очень горькую иронию апостола. Дело в том, что мы уже с вами говорили, и вы прекрасно знаете, что у апостола было много противников, и они по-разному пытались оспорить права апостола Павла на апостольство. Они по-разному пытались заранить зерно сомнения в Коринфинах и в других христианах, в Галатах, например. Зерно сомнения в той проповеди, которую апостол Павел принес этим людям, первым христианам. И вот здесь апостол Павел иронизирует над тем, как легко они поддались этим льстивым словам, и как легко они сами себя возвели на пьедестал. Хотя участь христианина, особенно в то время, была незавидна. Христианин – это тот, кто следует за Христом и подражает Христу. Святитель Тихон Задонский даже переработал одного богослова западного, у которого был труд о подражании Христу. И святитель Задонский взял оттуда все то, что можно взять православному христианину, и положил этот труд на православную основу. Жизнь христианина – это путь. И апостол Павел проходит достойно этот путь. А вот лжеучителя, которые выступают против апостола Павла и говорят о нем различную ложь, или же трактуют реальные факты его жизни в выгодном для них и невыгодном для апостола Павла ключе, они сбивают коринфских христиан с твердого прямого пути, пути подражания Христу. И вот что апостол Павел пишет. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». И действительно, вероятно, эти лже-пророки, лже-апостолы насмехались над апостолом Павлом, говоря о том, что какие же эти – это люди Божии, какие же это посланники Божии, какие же это апостолы, если они всегда претерпевают такое бесчестие, такой позор. Могут ли истинные посланники небес претерпевать такое унижение? И действительно, для языческого мировоззрения посланники Божии должны приходить в свои силы и славе. И такой взгляд на жизнь апостола Павла мог действительно заранить сомнения. Но апостол Павел говорит о том, что Бог избрал быть их, их избрал быть позором для этого мира и даже для ангелов. И говоря как бы от лица этих противников и говоря как бы от лица коринфских христиан, которые восприняли эти слова противников апостола Павла, он пишет, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. И мы видим эту иронию, что в их глазах действительно апостол Павел, его последователи, они безумны, его проповедь безумна, то есть его поведение безумно, а коринфиане, они, конечно же, мудры во Христе. И здесь апостол Павел горько иронизирует. Мы немощны, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. А труд своими руками тогда считался низким трудом, трудом рабов. И апостол Павел выглядел абсолютно непрезентабельно, абсолютно внешне невыгодно для коринфян. И на эти внешние обстоятельства, вероятно, и указывали противники апостола Павла. А апостол Павел говорит, что мы, грубо говоря, мы плохие, а вы хорошие. Мы в бесчестии, а вы в славе. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый ныне. И это внешняя сторона. Эта внешняя сторона неприглядная не только тогда для христиан того мира, для коринфян, но и сегодня, для сегодняшнего мира. Это непонятное пренебрежение какой-то славы этого мира, уничиженное состояние, оно не приемлется. И любой взгляд на такого человека, он вызывает, ну, в лучшем случае, сострадание. Но никогда не вызывает восхищения и желания идти за таким человеком, тем более слушать его. «Не к пострижению вашему пишу сие». И тут апостол Павел уже переходит от иронии к серьезному тону. «Не к пострижению пишу вашему сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Апостол Павел говорит о том, что «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Действительно, он говорит о том, что у вас много тех, кто вам подсказывает, кто вам говорит, кто указывает на какие-то немощи с вашей точки зрения. Но на самом деле никто не является отцом, никто не пришел к вам один с проповедью, никто не пришел к вам и не донес сквозь все трудности, которые встречал апостол Павел на своем пути. Никто не принес вам эту благую весть и не родил в вас эту веру, не зародил это зерно этой веры. А вот уже учителей пришло на это зерно тысячи. Но именно апостол Павел является отцом верующих в Коринфе. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И на самом деле, получается, коринфины в таком своем пренебрежении, в таком легкодоверном отношении, с легким доверием, которым они подошли к этим лже-пророкам, лже-апостолам, они попирают своего Отца Духовного, того, кто родил их для жизни вечной, родил их во Христе. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Поэтому апостол Павел говорит о том, что вся его жизнь, все его уничижение, все то, что так неприглядно, на самом деле и есть истинный путь Христова ученика, Сына Иисуса Христа, Сына Божия во Христе Иисусе. Только так и должны поступать те, кто тщатся быть наследниками Небесного Царства. Постараемся и мы быть наследниками Небесного Царства, которое мы можем унаследовать только через Иисуса Христа и подражание Ему. Будем подражать апостолу Павлу, будем подражать Ему, как Он подражал Господу нашему Иисусу Христу и следовать за нашим Господом во все дни нашей жизни. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я то чудно имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и грешей Небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова